Студенты из Шадринска и Кургана проходят военно-полевые сборы. В комплексе отдыха и развития Чумляк Щучанского округа находятся около 350 ребят. В течение пяти дней юноши будут обучаться основам военной подготовки. Занятия проводят курсанты Курганского пограничного института ФСБ России. Ребята получат знания в области тактической и военно-медицинской подготовки. Изучат военную топографию, инженерию, огневую, физическую и строевую подготовки. На территории Юргомышского округа в ДТП пострадала женщина. Инцидент произошел 8 июня в 8 часов 35 минут на 203 километре трассы Иртыш. Женщина-водитель на автомобиле Ниссан выехала навстречу и допустила столкновение с автомобилем Фотон. В результате ДТП женщина с травмами доставлена в больницу. В Кургане экипаж ДП задержал местного жителя с синтетическим наркотиком. Гражданин шел из лесополосы в Рябково в сторону города. При встрече с полицейскими мужчина явно нервничал. В ходе личного досмотра было изъято синтетическое средство «Мефедрон». Масса наркотика составляла около 1 грамма. 40-летний ранее судимый Курганец забрал его в лесу из тайника закладки. Возбуждено уголовное дело. В Макушино при пожаре погиб мужчина. Проводится проверка. Возгорание произошло 8 июня в одном из дачных домов. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. Предварительно признаков насильственной смерти погибшего не установлено. Возможная причина – неосторожное обращение с бытовой электрической техникой. Антон Мокон принял участие в совещании по вопросам национальной политики. Глава Шадринска был в составе региональной делегации, которую возглавлял Вадим Шумков. С губернаторами и главами встретился замглавы администрации президента. Повестка реализации стратегии нацполитики в стране до 2025 года. Основные темы – поддержка военнослужащих, волонтерская деятельность, укрепление единства многонационального народа России. Идет работа по установке стеллы при въезде в Шадринск. Она расположена на первом выездном кольце со стороны Кургана. Высота нового объекта составит почти 12 метров. Уже видны очертания конструкции. На стелле будет размещен герб города и название. Контракт заключен с местными подрядчиками. Работы должны быть завершены летом 2023 года. Эскиз ранее был обнародован на странице главы города.